Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель и прямо сейчас я нахожусь не у себя в деревне жителей номер 13. Если честно, мне капец как непривычно менять свое типичное приветствие. Однако я, ребята, чувствую себя гораздо лучше, потому что под прошлым, вчерашним роликом вы написали очень много поддерживающих меня комментариев. И если вдруг кто не в курсе, что вчера произошло, я вам вкратце напомню или же расскажу для тех, кто вообще ничего не знает. Вчера в деревне произошла очень неприятная ситуация и жители, можно сказать, меня предали. И, если кратко говоря, я просто ушел из деревни. Для того, чтобы лучше разобраться в этой ситуации, я настоятельно рекомендую прямо сейчас нажать на правый верхний угол, то бишь на подсказку, и посмотреть первую часть этой истории. А для тех, кто уже в курсе, усаживайтесь поудобнее, я проведу вам небольшой рум-тур, если, конечно, можно так выразиться. Я построил себе вот такой вот домик. Ну, как домик? Это скорее какой-то шалаш самый настоящий. Здесь, в принципе, можно укрыться от дождей, поскольку на улице уже практически полное лето. Ну, или же, если быть точнее, очень теплая весна. Я посчитал, что такого дома на первое время мне вполне себе хватит. Очень, знаете, уютный и очень атмосферный. Ничего лишнего. Кроватка, печка и верстак. Тут же стоит дерево, которое тоже, в принципе, защищает меня от возможного дождя и так далее и тому подобное. Также, ребята, старые подписчики и зрители моего канала знают, что я просто обожаю жить возле воды. И, как вы понимаете, сейчас я нахожусь возле того самого озера. Тоже немножко навел здесь порядок. Была не очень красивая яма. Я перенес песка оттуда, пересыпал его сюда. И теперь это выглядит все очень красиво. И здесь можно поплавать и при большом желании половить рыбку. Те, кто, кстати, переживал, что я остался голодный, не переживайте. Я живу в лесу, поэтому я нашел яблочки. И довольно-таки успешно покушал и даже успел заварить себе какой-никакой ночь чаек из каких-то ягод, которые нашел в лесу. Но суть сегодняшнего ролика, ребята, это не выживание в лесу в моем шалаше. Я хочу пойти в деревню. И нет-нет-нет, ребята, я сказал все правильно. Именно пойти, не вернуться. Жить я там в ближайшее время точно не смогу. Как бы я плохо на данный момент не относился к жителям, мне очень интересно, как чувствует себя деревня. Чтоб вы поняли, меня не было там около, наверное, ну, 12, а то и больше часов. Вчерашний ролик немного задержался, я выпустил его относительно вечером, после чего сразу пошел спать и проснулся уже плюс-минус утром. Сейчас на часах в деревне 9 часов утра, и я хочу пойти в деревню, посмотреть вообще что-то. Может быть, жители уже давным-давно разобрали мой дом, и делать мне тут тем более нечего. Да, если не разобрали, я бы очень сильно хотел забрать свой компьютер, потому что мне же где-то нужно отмонтировать этот ролик. И мне даже не верится, ребята, я стою возле деревни, знаете, как будто бы какой-то невидимый купол меня сдерживает. У меня прям не хватает сил сюда переступить, потому что я настолько сильно обиделся на носатых, что я даже видеть их не могу, честное слово. Поэтому я постараюсь сегодня в буквальном смысле проследить за деревней. И, конечно, не только за деревней, но и за жителями в том числе. Потому что я очень сильно буду расстроен, если они, например, начнут разрушать деревню, чтобы никому она не досталась, и я буду просто реально в шоке, ребята. И вы, кстати, посмотрите, жителей вообще нет на улице. В такое время все обычно вот здесь вот собираются, но здесь сейчас абсолютно никого нету. Естественно, ребята, ни о каком креативе, ни о каком зелье невидимости речи быть и не может. Во-первых, я не уверен, что у меня остались права, скорее всего, они у меня всё забрали. А во-вторых, ребята, я, если даже имею эти права, просто-напросто спалюсь, когда в этот креатив войду. Поэтому всё нужно делать аккуратно, и самое главное, выживание. Ё-моё, так тихо, в мою сторону не смотреть, там чё-то очень много жителей, ребята. Я сейчас буду чувствовать себя каким-то самым настоящим шпионом. Так, пробегаю сюда, пока что всё нормально. Окей, и мне нужно залезть внутрь этой церквушки. Быстрее, быстрее, быстрее. Я просто хочу подняться на самый верх и послушать, чё они там стоят, ребята. Их там реально очень и очень много. Я надеюсь, что они не поднимут голову чуть выше третьего блока, как говорится. Ё-моё, сколько там жителей! Вы только посмотрите, тут реально вся деревня! Я просто в шоке. Лучше реально не палиться, ребята, потому что если они меня заметят, они меня просто, мне кажется, заклюют. А мне ещё компьютер забирать. Так, секунду, он хотя бы на месте. Да, ребята, вы его тоже видите. Вон он стоит, дорогой мой. Поэтому всё плюс-минус нормально. Нужно как-то подойти поближе. Опа, аккуратно. И вот отсюда... Да-да-да. Я что-то слышу. Я вам сразу говорил, что из-за вас будут одни проблемы. Вы читали комментарии под его роликом? Если сюда подписчики придут, они нас уничтожат. Про вас чё-то говорят. Так, лучше поближе подойду, чё-то слышно плохо. Да нам вообще всё равно на этих подписчиков. И на него тоже всё равно. Ты посмотри, его в деревне нету, сразу лучше жить стало. Никто с камерой не бегает, никто не троллит. Замечательно всё. А нам нравилось, когда он нас троллит. Он за это нам изумруды всегда давал. И вам это нравилось. Офигеть, у них тут целые баталии, ребята. Я так понимаю, они разделились на два лагеря. Первый, то есть вот этот, очень рад тому, что я уехал из деревни. А вторые, наоборот, очень жалеют. И мне кажется, или вот этот лагерь стал чуть поменьше. Потому что во вчерашнем ролике их было гораздо больше. Именно жители вот с такими гримасами и выпили последние капли моего терпения. Их реально стало поменьше. Да и жителей в деревне тоже стало поменьше. О, опять что-то говорят. Не нравится, значит уходите отсюда вслед за своим пикселем дурацким. Да из-за того, что пикселя в деревне нет, ребята, согласитесь, гораздо скучнее жить. Никто не помогает, никто не поддерживает. Обалдеть, нет, ребята. Я это больше не могу слушать, потому что рано или поздно я захочу ворваться в их словесную перепалку. А мне для начала нужно компьютер мой забрать. Как бы это сделать, я, если честно, пока что не придумал. Потому что они стоят, блин, в самом удачном, так скажем, месте, где просматривается абсолютно всё. Так, тут жителей нет, нормально. Здесь тоже пока что никого не вижу. Пробегаем дальше. Яму мою засыпали. Зачем я её рыл тогда? Ладно, ребята, меня это сейчас слабо интересует. Я хочу обижать вообще всю деревню для того, чтобы более-менее беспалевно попасть в свой домик. Надеюсь, что у меня это, в принципе, получится. Вот он, мой дорогой домик. Вот он, мой дорогой. Так, сначала, ребята, знаете, что я сделаю? Сначала вот так вот перебазируемся за кузницу, аккуратненько. Теперь проверяем, чтобы никого здесь не было. Вроде как всё нормально. Так, пока они не смотрят, отвернулись. Забегаю, забегаю. Фух, нормально. А это ещё что такое? Нет, я, конечно, понимал, что мой дом как бы не будет стоять бесполезной конструкцией. Но чтобы так быстро они его, так скажем, приватизировали и засунули сюда какой-то шкаф. Ну, в принципе, ладно. Окей, неважно. Я просто пришёл за компьютером. Это самое главное и самое основное. А вот сейчас пойдём в его дом и посмотрим всё сами. Ё-моё, жители идут сюда. Куда прятаться? Точно, в шкаф, точно в шкаф. Ну-ка, давай. Камера работает вроде как да. Зашли, блин. Фух, еле успел. Ну вот видите, всё нормально у него дома. Вы говорите, тут обокрали, всё обокрали. А шкаф вы тогда зачем сюда поставили? Вы уже не знаете, как выселять его из этого дома. Вот, посмотрите. Хотя бы печка осталась. А если он сегодня вернётся? Да нормальный шкаф этот стоит. Пригодится. Будем сюда вещи не нужны сбрасывать. Отличный шкаф. Мне его ещё бабушка подарила. Господи, какую же фигню они обсуждают. Ребята, как мне выбираться отсюда? Я сижу в дурацком шкафу и смотрю в маленькую щёлку. Заранее извиняюсь за то, что у вас весь экран, скорее всего, чёрный. Вы совсем уже ненормальный. Валу от того, что человека мыселили. Так ещё и дом у него забирайте. Всё, пойдём отсюда. Это просто ужас какой-то. Так, вроде как вылез без палева. Опять что ли туда на свои сборища пошли. Фух, ребята, это становится очень сложной какой-то операцией. Так, окей, пока что в мою сторону. И смотрят, пробегаем, пробегаем. Фух, нормально. Самое главное я сделал. Я забрал свой компьютер. И это меня, естественно, радует. Я планировал, конечно, сегодня гораздо дольше провести времени в деревне. Проследить, чтобы они здесь ничего не сломали. Но это становится очень сложно. Так, хочу проверить ещё быстро кузницу Ромы. Чтобы они здесь, господи, делов не наделали. Ладно, проверка кузницы отменяется. Надо сваливать, ребята. Надо сваливать. Я, если честно, очень и очень не рад тому, что у них тут лагерь из жителей какой-то появился. Точнее, они разделились на два лагеря. Из-за нервов, ребята, у меня путаются слова. Я надеюсь, что вы меня понимаете и не будете меня, так скажем, строго судить. Потому что у нас в деревне такое впервые. Я переживаю, что за всей этой ситуацией у нас в деревне может начаться какое-то массовое переселение. То есть та часть жителей, которая за то, чтобы я продолжал жить в деревне, может просто-напросто навсегда отсюда уехать. И если честно, я не знаю, что делать в такой сложной ситуации. Возвращаться в деревню я не хочу, не буду и как бы не могу, ребята. Потому что, сами понимаете, это спровоцирует сильные конфликты. Ну и стоять в стороне как-то мне тоже, ребята, очень сложно. Смотреть на то, как мои друзья, хоть и некоторые из них уже очень бывшие друзья, между собой, господи, ссорятся. Фух, ну самое главное, компьютер забрал. Самое главное, я забрал свой компьютер, ребята. И меня это, конечно же, не может не радовать. Потому что сейчас, несмотря на то, что я живу вдали от своей деревни, возле озера, на лесной какой-то опушке, непонятно, как я буду сегодня еще раз ночевать. Мало ли, мобы какие-то придут или что-то подобное. Я все равно, ребята, рад. Потому что у меня есть компьютер, и я могу продолжать снимать свои любимые ролики. Конечно, это немного неудобно, но тем не менее. Главное, что это у меня есть. И я надеюсь, что вы это оцените, ребята. Хотя, учитывая ваши комментарии, я в этом вообще не сомневаюсь. Вы меня очень сильно поддерживаете. Некоторые даже начали писать номера своих деревень. Мол, типа, Пиксель, приезжай в мою деревню, можешь у меня переночевать, накормлю, напою. Спасибо вам за это огромное. Однако я, ребята, пока что все равно останусь здесь, в лесу. Мало ли, жители одумаются, придут, будут извиняться. Либо же, например, вообще уедут из деревни те, кто не хочет меня там видеть. Потому что, как мне кажется, моей вины в этой ситуации вообще никакой нету. Я... Опа! Сделал все правильно. Поэтому ролик я на этом буду заканчивать, ребята. Вот такое небольшое дежавюр. Ровно под тем же деревом, ровно на том же месте, ровно через один день. Не забывайте подписываться на канал, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик. Всем большое спасибо за просмотр, всем до завтра и пока-пока.